Добро пожаловать, Майнкрафтеры! Сегодня мы затронем тему, о которой обычно молчат. История о мадах, исчезнувших из интернета. Почему их удалили? Давайте разберемся. Информация, которую я поделюсь, собрана из различных источников. Часть из них я не имею никакого права их опубликовывать в комментариях или в описаниях. Проблема в том, что это запрещенные источники, из-за которых меня могут забанить. Или арестовать даже. Поэтому устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать темные секреты мира Майнкрафта. Начнем с истории о поделке, которая могла стоить вам целого аккаунта. Шесть лет назад в сети появился сайт, точная копия официального оптифайна. Лишь одна деталь могла отличить его от оригинала. Этого хватило, чтобы обмануть тысяча игроков. Последствия скачивания мода с этого сайта были катастрофическими. Игроки теряли лицензионы аккаунта Майнкрафта, но это было только начало. Вирус мог получить доступ к гугл аккаунтам, открывая путь к электронной почте, документам и даже банковской информации. Вирус действовал молниеносно, захватывая контроль над цифровыми активами за считанные секунды. К счастью, бдительные игроки Майнкрафта и команда реддита, которая была собрана, быстро обнаружили угрозу. Благодаря их усилиям сайт закрыли, а многих пользователей предупредили. Но этот случай заставляет задуматься, сколько подобных ловушек все еще ждет нас в сети. КАЖДОЕ НАЖАТИЕ КЛАВИШИ Вот доказательство существования одного такого мода, обнаруженного 12 лет назад. Но это не единственный случай. Многие подобные моды содержали троянского коня. Например, мод Майнкрафт Логгерс 1.8.9 был настолько опасен, что его удалили со всех сайтов. Более того, информацию о нем намеренно изменили, чтобы люди не могли его найти и случайно установить. Внимательные пользователи могли обнаружить работу кейлогера с помощью диспетчера задач. Но сколько игроков действительно проверяют свои процессы после установки каждого мода? Станьте непобедимы в Майнкрафт! Кричат заголовки видео и рекламных баннеров. Но цена такого могущества может оказаться слишком высокой. Многие так называемые чит-клиенты на самом деле являются замаскированным фельдоносным ПО. Они обещают преимущества в игре, а на деле крадут ваши данные. Заражают компьютер вирусами и используют его мощности для маленьких криптовалют. Не думайте, что большое количество загрузок гарантирует безопасность. Вспомните поддельный оптифан, его скачали миллионы. Популярность не показывает надежность, запомните уже раз и навсегда. Задайте себе вопрос, стоит ли рисковать безопасностью вашего компьютера и личных данных ради нечестного преимущества в игре? А, кстати, реально, зачем нужны читы для Майнкрафта? Возможно, как-нибудь про это видео я и сниму. В 2015 году мир Майнкрафта столкнулся с новой угрозой. На популярной платформе Курс Флотш появился мод, маскирующийся под всеми известный оптифайн. Этот мод скрывал опасный троян, известный как TrojanMCUPillarFiles.S. И еще точка. Вирус распространялся молниеносно. За короткое время он поразил 897 576 игроков. Масштаб заражения был большим для сообщества Майнкрафта. Троян действовал безжалостно. Его главной целью было уничтожение файлов на зараженном компьютере. Игроки теряли не только свои миры Майнкрафта, но и важные личные данные. Вирус распространялся так быстро, что антивирусные компании не успевали реагировать. Традиционные методы защиты оказались бессильны перед этой угрозой. Ни одна антивирусная программа того времени не могла обнаружить и нейтрализовать этот троян. Он умел маскироваться, обходя все существующие системы защиты. Кроме Линукса. Потребовались месяцы напряженной работы специалистов по кибербезопасности, чтобы разработать эффективные методы борьбы с этим вирусом. Это был настоящий вызов для всего игрового сообщества. Сегодня ситуация изменилась. Современные антивирусные программы способны легко обнаружить и уничтожить троян. Но эта история остается мрачным, напоминаем о важности бдительности при установке модов. История, о которой я сейчас расскажу, долгое время скрывалась от общественности. Информация на реддите была удалена, а разработчики, ну, тоже частично об этом даже не замечали. Но потом заметили, но они решили замять инцидент. Речь идет о взломе одного из самых популярных модов, WorldEdit. В марте 2018 года произошло немысленное. Страницу WorldEdit на Крузфорже взломали пользователь под ником Корнелиус Дю. Этот человек не был новичком в мире Майнкрафта, он даже участвовал в разработке некоторых модов. На жаль, эту информацию полностью тоже убрали с Корнелиус Дю, так как после инцидента с WorldEdit на черном интернете, что нужно убрать и в остальных частях, чтобы его случайно не арестовали. Корнелиус Дю, столкнувшись с финансовой трудностью, решился на отчаянный шаг. Он украл доступ к официальной страничке WorldEdit и загрузил туда модифицированную версию МОДА. Эта версия была особенной. Она не определялась как вредоносное ПО и не работала как майнер криптовалют. Ее задача была коварнее – собирать данные о банковских картах и аккаунтах пользователей. Кстати, интересный факт. Корнелиус Дю оказался корейцем, что объясняет, почему многие игроки никогда не слышали об этом инциденте. И о нем самом же. Языковой барьер сыграл свою роль в сокрытии информации. Ирония судьбы? Именно пожертвования от игроков спасли Корнелиус Дю от дальнейших противоправных действий. Получив финансовую поддержку от сообщества, он прекратил свою вредоносную деятельность. В конце концов, Корнелиус Дю нашел легальную работу в Китае. И полностью отошел от мира Майнкрафта. Но его история остается предупреждением для всех нас. Будьте бдительны, Майнкрафтеры. Наш любимый мир кубов прекрасен, но и в нем есть свои опасности. Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне в Дискорд, Телеграм или Матрикс. Мы здесь, чтобы помочь и защитить вас от темной стороны Майнкрафта. Ну или вам просто помочь. Берите себя и свои аккаунты. Играйте безопасно. И до новых встреч, и до новых приключений. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok